Точно так же, как кролики, это не только ценный мех, но и 2-3 килограмма диетического мяса, так же и выставка потребительской электроники в Лас-Вегасе. Это не только виртуальная реальность, голосовые помощники, какие-нибудь умные беспилотные машины, но и любопытные потребительские гаджеты, например, как этот, для ленивых хозяев кошек, которые забывают их поить или кормить. Еще одна большая тема выставки, конечно, виртуальная реальность. Пару раз в своей жизни я пробовал шлемы с виртуальной реальности, ну там фотографии посмотреть или не какое-то видео, но никогда еще не убивал роботов. Видимо, таким видит будущее создатель этого проекта. Компания DisplayLink привезла гаджет, позволяющий отказаться от проводов, тянющихся обычно к шлемам виртуальной реальности. При этом ни качество картинки, ни скорость соединения не страдают. Любопытно, что для демонстрации возможностей технологии на выставке потребительских технологий, где одна из главных тем — роботы, компания выбрала игру, где надо этих самых роботов убивать. Как мы разговариваем по телефону? Обычно прикладываем его к уху. Ну или используем беспроводные или проводные наушники или блютуз-гарнитуры. Помните, когда-то в 90-е про новых русских была шутка, когда они разговаривали вот так? Так вот, корейский, один корейский проект и правда придумал, как разговаривать, прикладывая палец к уху. Это умный браслет, который вы подсоединяете к своему телефону, надеваете его на запястье вот так, подносите кончик пальца к уху и слышите звук. И вот так вы можете говорить с вашим собеседником. То есть браслет вибрирует, вибрации передаются через вашу руку, и при касании пальцем головы превращается в звук. Это и правда работает. Я вот только не могу понять. Для того, чтобы было лучше слышно, надо засовывать палец глубже в ухо. И чтобы говорить, надо ли делать вот так. Но в том-то и прелесть мира технологий. На любой, даже самый странный проект найдется инвестор. Сигнал, к примеру, взял под крыло концерн Samsung. Я должен признаться, что в этом году, пожалуй, впервые на подобных выставках, я нашел устройство своей мечты. Я думаю, что устройство многих людей, живущих одних, холостяков или девушек, которые не замужем, которые ненавидят делать домашнюю работу. Вот эта прекрасная машина складывает за вас постиранное белье. Вот только одна проблема. Продажа она появится не раньше конца 2019 года. До этого момента придется все дело самому. У меня есть дети, жена. Я хотел, так сказать, спасти собственный брак, помогая по дому. Я не мою посуду, потому что есть посудомоечная машина. И я больше не складываю белье, потому что пользуюсь Foldy Mate. Вегас не перестает удивлять и в какой-то момент понимает, что это, наверное, уже не 2018, а будущее, потому что под ногами в буквальном смысле мешаются роботы-простители. Главный тренд этого года – искусственный интеллект в виде голосовых помощников окончательно переходит из разряда экспериментов в категорию обязательного компонента, окружающий нас в быту техники. Искусственный интеллект теперь страивает в те вещи, в которых его невозможно было представить до этого. Рано или поздно все будет соединено. От наших машин до бытовой техники, наших кроватей и даже еды. Впрочем, новинки, способные перевернуть наши привычки и изменить целую индустрию, тут тоже есть. Например, проект WalletCard от малоизвестной широкой публики компании Dynamics, признанный на CES 2018 лучшим проектом в шести категориях и сумевший убедить крупнейшие платежные системы мира и банки перейти на умные пластиковые карты со встроенным дисплеем. Это первая в мире полностью цифровая карта. Одним нажатием кнопки вы можете переключаться между разными картами, которые выпускают банки вместе с платежными системами. В карту встроены полноценная сотовая антенна и чип для коммуникации с банком. То есть всего с одной такой карты вы будете иметь до 125 виртуальных карточек. Продолжение следует...